Приветствую вас. Нарушение мужчины личной зоны говорит в первую очередь о том, что человек хочет быть к вам ближе, как и сказал моя коллега. Нарушение личной зоны говорит о том, что у мужчины к вам влечение. Ну то есть вот то, что он старается к вам именно физически быть ближе, говорит о том, что у него именно физическая к вам для влечения. Нарушение личной зоны говорит о том, что мужчина хочет, чтобы вы в большей степени на него полагались, например. В большей степени ему доверяли, например. И так далее. То есть мужчина хочет, ну скажем так, вот немного банально, да. Мужчина хочет вами владеть. Это не в буквальном смысле слова, конечно, хочет вам владеть. Но тем не менее, тем не менее. И вы ему очень симпатичны. Вопрос, конечно, заключается в том, основной вопрос заключается в том, симпатичны вы ему как? Вот это, пожалуй, самый такой важный вопрос. Потому что, понимаете, если вы симпатичны ему только физически, если вы нравитесь ему только физически, мужчине, то это, конечно, ничего хорошего не даст. Потому что физиологическое влечение, оно, конечно, очень важно, но не определяет отношения как таковы. То есть помимо физического влечения все-таки должно быть влечение еще какое-нибудь. То есть это должна быть духовная связь и так далее. Если духовной связи нет между вами, а есть только физическое влечение, то, конечно, нельзя говорить о том, что ваши отношения, они будут хорошими, будут хорошими. Продолжительными и будут гармоничными. Потому что, предположим, что мужчина действительно хочет с вами сблизиться. Вот. Но если он хочет с вами сблизиться, то вы, подволив ему это, то есть, например, допустив интимный контакт, вы рискуете снизить его мотивацию быть с вами. Это не есть хорошо. Поэтому, если вы серьезно относитесь к мужчине, то постарайтесь не торопиться с этим. Принять им решение о вступлении мужчины в интимную связь. Вы вот постарайтесь немножечко ему как-то вот дать понять, что вы человек серьезный, что вы не готовы сразу вступать в интимную связь. И это мужчина только замотивирует при его истеренности к вам. То есть, если это не стремление просто использовать вас, если это именно симпатия по отношению к вам, если это именно симпатия, то мужчина лишь только будет к вам испытывать еще большую симпатию. Но, естественно, не нужно быть холодной. Да, то есть, кто вам мешает принимать его такое вот поведение? Кто вам мешает наслаждаться таким его отношением к вам? Ну, я думаю, что никто. И я думаю, что для вас это в любом случае пока, пока, безопасно. Потому что, ну, мужчина, он даже о сексе пока что не говорит. То есть, он просто пытается с вами показать близость. Может быть, ему и секс-то не нужен особо сейчас. Понимаете, может быть, он хочет вот просто быть к вам ближе и все. И если вам не противно, если вам неприятно, если это не расходится с вашими взглядами, например, о том, что нельзя, нельзя, да, нельзя, там, вот, после такого количества времени небольшого, Нельзя, значит, нарушать личные границы. Если вы так считаете, то это ваше право. Если вы так считаете, то обязательно постирайтесь мужчине об этом сказать или намекнуть, чтобы он понял вас, что вам нужно время. Вот, чтобы между вами не возникло каких-то конфликтов сейчас, недопонимания и так далее. То есть, постарайтесь быть с ним честным. Ибо мужчина, он к вам искренне относится. Пока что, пока не было доказано обратно. И раз мужчина относится к вам искренне, ну и отвечать ему желательно тоже искренне. И так вы, с одной стороны, дадите ему понять, что вы настроены на шаги к нему. С другой стороны, дадите ему понять, что вы не собираетесь что-либо скрывать, не собираетесь что-либо утаивать. И если вам кто-то нравится, вы об этом говорите. Если что-то не нравится, не говорите. И вы как бы даете мужчине понять, что отношения у вас будут такие. Открытые, честные и, в общем-то, без кудайки и без, что важно, чрезмерного усложнения, чем нередко грешат некоторые люди. Я думаю так. Я думаю так. Можно ответить на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, либо что-то непонятное из моего ответа, пишите в личку, буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.